РБК Уфа продолжает отвечание за отель «Шаратон». В эфире новости. В студии Равиль Вартолин. Здравствуйте. И вот главная тема этому часу. Очередное повышение. Пашнефть вновь повысила цены на топливо на своих автозаправках. Арбитражу повысят комиссию. Управляющие, которые ведут дела о банкротстве физлиц, станут получать больше. И существенный рост. Эксперты отмечают значительное повышение себестоимости строительства жилья в регионе. Начну выпуск с цен на топливо. Компания «Башнефть» вновь переписала ценники на своих автозаправочных станциях. Стоимость ходовых марок топлива увеличилась на 50 копеек. Так, литр бензина АИ-95 на АЗС Башкирской компании теперь стоит 37 рублей 60 копеек, а литр 92-го – 33,80. Стоимость дизельного топлива не изменилась. Изменение цен связано с изменением рыночной конъюнктуры, увеличением биржевых цен на нефтепродукты более чем на 20% с начала текущего года и почти двукратным недавним ростом ставок акцизов на автобензин. Тем не менее, несмотря на изменения цен, «Башнефть» по-прежнему держит розничную стоимость бензина с наиболее востребованных марок на среднем по рынку уровня. Ранее «Башнефть» поднимала цены на все марки топлива в середине марта текущего года. Тогда их стоимость увеличилась на 40 копеек. Отмечу, что на автозаправочных станциях компании «Лукойл» литр бензина 95-го оценивается в 37,85, 92-го – 34 рубля 20 копеек. Сейчас к новостям на рынке строительства. Стоимость строительства жилья 1 квадратного метра в Башкортостане с января по апрель этого года выросла больше, чем по России в целом по сравнению с тем же периодом прошлого года. А такие данные приводит Росстат. Год назад этот показатель в республике составлял почти 35,5 тысяч рублей. В этом году – 43,5 тысячи. Увеличение на 8 тысяч. В России же фактическая стоимость в первом квартале 2015 года составила почти 39 800 рублей. В этом чуть больше 42,5 тысяч рублей за один квадрат. В этом году власти Башкортостана ожидают сокращение темпов строительства. Снижение составит менее полупроцента. Данные приводятся в новом антикризисном плане республики на 16-17 годы. Ожидается, что к концу года в республике будет сдано порядка 2 миллионов 600 тысяч квадратных метров. Мы, безусловно, согласны с тем, что сегодня рынку характерна динамика роста себестоимости жилья. Однако для себя мы фиксируем рост более чем на 7%. По некоторым позициям для себя мы фиксируем рост в 10, а то и 15%. Что касается цен на жилье для конечного потребителя, то, по нашему мнению, динамика роста себестоимости жилья неминуемо заставит всех застройщиков в ближайшее время также повысить цены на жилье. Сейчас информация о курсах валют установлена Центробанком на сегодня. Американская валюта по отношению к российской оценивается в 66,85, европейская в 74,56 рубля. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в Урал-Капиталбанке за 66,01 рубля, продажа в Центркомбанке за 66 рублей ровно. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Башкомснаббанке за 74,30 рубля по продаже в Бинбанке и МДМ-банке за 74,98 рубля. Национальное рейтинговое агентство опубликовало рэнкинг банков по чистой прибыли и убыткам. Положительную динамику показали лишь две кредитные организации нашего региона из пяти. Это Башпромбанк и Промтрансбанк с прибылью почти в 7,4 миллиона рублей соответственно. Их рентабельность капитала активов находится в зеленой зоне. К 1 мая Башкомснаббанк подошел с чистым убытком в 16,336,000 рублей. Его рентабельность – минус 3%. Уральский банк и Социнвестбанк по чистой прибыли также в минусе. Их убытки приблизились к 49,5 и 149 миллионам рублей. Хотя у Социнвеста рентабельность капитала 8,5%. Безоговорочным лидером в рэнкинге кредитных организаций стал Сбербанк России. Его чистая прибыль – более 142 миллиардов рублей. За ним следуют ВТБ и Московский областной банк с прибылью в 23,8 миллиардов рублей. И в два раза могут повысить зарплату арбитражных управляющих, которые ведут дела о банкротстве физлиц. Как сообщил источник телеканала РБК Уфа, обсуждается вариант увеличения оплаты за счет саморегулируемых организаций. Сейчас услуги конкурсного управляющего оплачивает сам должник. Вознаграждение составляет 10 тысяч. Закон о банкротстве физлиц вступил в силу в октябре прошлого года. Но, вопреки ожиданиям, он не стал популярным. По данным арбитража Башкортостана, с начала года принято к рассмотрению порядка 500 дел. Представители рынка считают инициативу законодателей неоднозначной. И предлагают увеличить оплату арбитражных управляющих не за счет СРО, а за счет кредиторов. Откуда у СРО берутся деньги? Они тоже берутся за счет денежных средств, за счет взносов самих арбитражных управляющих. Получается ситуация, что вторые 10 тысяч рублей будет платить сам себе арбитражный управляющий. Тоже, мне кажется, ситуация не очень логичная, не очень разумная. В данной ситуации получается, что граждане платят всего 10 тысяч рублей, а вторые 10 тысяч рублей как бы сам себе платят арбитражный управляющий. Представляете, если бы работник ходил на работу, сдавал деньги, и ему за счет этих денег выдавали бы заработную плату. На новостях пока все. РБК продолжает следить за развитием событий в республике. Не переключайтесь.